Здравствуйте! Вы смотрите программу «По существу» в студии Татьяны Молокова. В начале ноября преподаватели Чувашского госуниверситета провели методический семинар совещания для преподавателей русского языка в Республике Казахстан. И сегодня у нас в гостях организатор этого мероприятия, декан факультета русской и чувашской филологии журналистики Алена Иванова и преподаватель факультета, заведующая кафедрой русского как иностранного Екатерина Кожемякова. Екатерина Аркадьевна, здравствуйте, Алена Михайловна, добрый день. Здравствуйте! Алена Михайловна, наверное, первый вопрос к вам. Расскажите, как на факультете появилась такая идея провести семинар для учителя русского языка в Казахстане? Имеется такая федеральная целевая программа «Русский язык на 2016-2020 годы». И в прошлом году мы решили участвовать в этом конкурсе. Выиграли грант Министерства образования и науки Российской Федерации на проведение научно-методического семинара для учителей русского языка и литературы. В начале ноября преподаватели-филологи факультета русской и чувашской филологии и журналистики побывали в северном регионе Республики Казахстан, в городе Павладар. Здесь мы в течение двух дней проводили семинар, в работе которого участвовало более 120 учителей и преподавателей Республики Казахстан. Были представители из разных городов этой страны. Из Астаны, Алматы, Экибастуза, Семипалатинска, Усть-Каменогорска, Караганды, Петропавловска. Из районов и городов Павладарской области. То есть семинар вызвал большой интерес у филологической общественности, скажем так, Казахстана? Этот семинар мы проводили на базе Павладарского государственного педагогического института, поскольку с этим вузом наш университет в 2014 году заключал договор о сотрудничестве. И мы решили развить это сотрудничество. Но почему Казахстан был именно выбран, почему Казахстан, этот вопрос задают многие. Титульная нация Республики Казахстан, казахский народ, тюркоязычный народ. Чуваши и казахи, они родственные народы. И наши предки жили в одной семье, поэтому наш выбор остановился на Республике Казахстан. Титульна Аркадьевна, наверное, вам вопрос. Какие мастер-классы вы подготовили для своих казахстанских коллег, учителей русского языка? Ну, наша задача была прежде всего попробовать активизировать интерес к русскому языку в этой республике. И мы попытались построить свои мастер-классы так, чтобы затронуть какие-то актуальные вопросы, современные тенденции в преподавании. И поэтому мы в первый день провели четыре мастер-класса. Один из них был посвящен медиадидактике, то есть проведению уроков с технической поддержкой. Второй мастер-класс был посвящен комплексному анализу текста. Это очень актуальная проблема для Казахстана, потому что сейчас там вводится единое национальное тестирование, в том числе и по родному языку, и по русскому, и по казахскому. В России ЕГЭ и ОГЭ проводятся уже много-много лет, и поэтому у нас очень большой опыт в подготовке, в проведении этого экзамена. И мы на мастер-классе комплексный анализ текста делились своим опытом, как мы строим занятия по подготовке к этому экзамену и как построен сам экзамен. Третий мастер-класс был посвящен несколько необычной теме – русский язык с юмором. Ведь нам все время хочется, чтобы преподавание было интересным, чтобы дети были действительно заинтересованы в том, что они изучают. Чтобы это было не скучно. Поэтому на этом мастер-классе рассматривались элементы языковой игры, элементы каких-то интересных заданий на уроке русского языка. И вот этот мастер-класс тоже очень понравился. И еще для Казахстана очень актуальная тема – это латинский язык, поскольку сейчас ставится вопрос о латинице. И мастер-класс был посвящен античному наследию еще один, то есть греческому, латинскому языку, который оставил след в русском языке. И вот такое углубленное изучение, оно тоже, конечно, интересно. Особенно тем ребятам, которые олимпиадным движением интересуются, допустим. Второй день был более традиционный. Там были лекции. Одна из них была хоть и традиционная по теме, но не традиционная по форме подачи, потому что она была проведена несколькими преподавателями. Каждый преподаватель рассказывал о своем инновационном методе. Не о своем, конечно, но рассказывал об каком-то одном методе. Например, дистанционные образовательные технологии, методы визуализации информации, метод удивления, метод алгоритмов. Некоторые из них не такие, может быть, новые, хорошо забытые старые, но очень актуальны в наше время. И еще одна лекция была посвящена такому вопросу – язык как зеркало народа. Это было интересно, потому что действительно любой язык отражает особенности менталитета того или иного народа. И на конкретных примерах увидеть это – это очень интересно. И заключение нашего второго дня был проведен круглый стол духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения на уроках русского и казахского языков. И там тоже выступали преподаватели как с нашей страны, так и из Казахстана. Обсуждались вот эти вопросы. Целью проведения этого семинара стало укрепление межкультурного диалога и поддержка русского языка за рубежом, в частности, в республике Казахстан. Поддержка русского языка. И преподаватели, конечно, были и, с одной стороны, очень удивлены нашим вниманием к ним. И благодарны тому, что Чувашский государственный университет привез им этот семинар. Им было очень интересно. Все отмечали, что он стал стимулом для того, чтобы что-то новое использовать в своей работе. В завершении нашего семинара мы каждому учителю выдали сертификат об обучении, что тоже для них очень важно. И флешку со всеми материалами. На флешку мы переписали уже заранее материалы каждого мастер-класса, каждой лекции. И торжественно вместе с сертификатом вручили каждому и сертификат, и флеш-карту. Флеш-карту непростую, с логотипами, с фирменными логотипами Миноборнауки и Чувашского госуниверситета. То есть, получается, мы таким образом укрепляем не только российско-казахстанские связи, но и Чувашско-казахские связи, чтобы они знали, что есть такие дружественные. Да. И надо признать, некоторые участники говорили, мы даже до этого семинара не знали про Чувашскую республику, не знали про Чувашский госуниверситет. Катерина Аркадьевна, еще такой филологический вопрос. Да, но вот русский язык среди носителей языка, там, где он является государственным, в Российской Федерации, он все равно меняется. Он подвижный, он не застывшая форма. Какой русский язык в соседнем государстве, где русский язык тоже является государственным? Ну, поскольку здесь были русоведы, именно преподаватели русского языка, мы, наверное, даже не почувствовали. Даже у нас была возможность пообщаться с проректором по международным связям. По учебной работе, по инновационным технологиям Павлодарского пединститута, который до этого работал в должности декана факультета филологии и преподавателем русского языка и литературного кафедра. По образованию филолога. Абсолютно чистая речь. Никакого даже налета, какого-либо акцента, ничего не слышно. Абсолютно по-русски чисто. То есть язык там развивается так же, как, в принципе, и вот в России, да? Да. И вот этот проректор как раз подчеркивал, что для нас никогда русский не станет иностранным языком. Мы его оцениваем как второй родной язык. Спасибо большое, Алена Михайловна, Екатерина Аркадьевна, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Я желаю, чтобы ваш опыт продолжался, чтобы «Ласточек» было много и чтобы действительно такой замечательный проект дальше развивался. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо за внимание. Я напомню, что сегодня о развитии русского языка и о межрегиональном общении, межгосударственном общении мы говорили с преподавателями Чувашского госуниверситета, факультета русской и чувашской филологии и журналистики, деканом факультета Аленой Ивановой и преподавателем заведующей кафедры «Русский как иностранный» Екатериной Кожемяковой. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин